как дела ребята добро пожаловать на канал меня зовут кевин свэнсон и сегодня вторник сегодня четверг 18 июля неделя подходит к своему концу а я сегодня хочу поговорить с вами о цене биткоина а также затронуть вопрос капитализации альткоинов но сразу начну с главного тренд это твой друг и bitcoin находится в бычьем рынке это является определение бычьего рынка и на месячном графике мы видим очень ясную серию восходящих низов и в сегодняшнем видео я хочу поговорить о нескольких точках зрения на эту ситуацию есть несколько различных способов и вариантов чтобы объяснить это поведение и подсказать что нас может ожидать и для биткоина я все покажу на недельном графике так сказать на более крупной картине и на первом графике мы видим с вами импульсы и консолидации этот график нам показывает тренды а также ложные пробития вниз за которыми следует восстановление а еще у нас есть продолжение параболического тренда очень распространенная ситуация в 2017 в общем сегодня мы с вами посмотрим на три таких графика и начнем с вами с графика номер один он нам показывает импульсное движение вверх за которыми следуют боковики и вот мы с вами здесь биткоин находится в очередном боковике после импульсного скачка вверх наше первое импульсное движение вверх было примерно на 50 процентов после пробития очередной зоны следующий ценовой импульс составил 57 процентов до очередной локальной вершины следующее пробитие следующая зона была уже в 60 процентов то есть 50 57 и 60 процентов все они были очень похожи друг на друга от 50 до 60 процентов после пробития они все были похожими паттернами то есть у нас имеет место продолжающаяся серия если следующий импульс будет похожим на эти цифры которые только что назвал то следующий скачок в 50% приведет нас к 110 тысячам. А если будет 60%, то мы получим 117 тысяч. Это совершенно не будет никаким безумием. Это всего лишь экстраполяция поведения, которое мы с вами наблюдали за последние полтора года. И переходя к следующему графику, это ложные пробития вниз. Являются еще одним способом посмотреть на биткоин на недельном графике. Биткоин формирует аптренд с ложными пробитиями вниз. Крупные аптренды и короткие провалы. И прямо сейчас мы можем с вами находиться в состоянии восстановления, готовясь к очередному скачку вверх. Если мы взглянем на недельный RSI, то увидим, что мы с вами делаем ретест, точнее отскакиваем, от абсолютно точного уровня поддержки RSI. От того момента, где было первое ложное пробитие, до уровня 45. Это в точности повторяет то место, от которого мы отскочили, на уровне в 45. То есть у нас та же самая структура, тот же тип краткосрочного быстрого ложного пробития вниз, за которым следовало восстановление, когда мы были на уровне в 45. Это очередное отражение ситуации, где, возможно, нас ожидает продолжение паттерна с крупным аптрендом. И последнее, но не в последнюю очередь, это параболический тренд. Это именно то, что было в 2017, когда краткосрочная парабола превратилась в долгосрочную, а затем в еще большую. И что мы здесь с вами видим, так это очень похожий паттерн на индикаторе MACD. Все в точности, вы только посмотрите. Мы вывалились из краткосрочного параболического тренда, растянулись в более крупной. И во время этого продолжения, этого низа, все выглядело как провал вниз. У MACD появился медвежий импульс, который затем стал сокращаться, а затем импульсом снова завладели быки. Это было как раз во время этого пробития вниз. А что, ну сейчас? Очередной пробой вниз. Но у нас уже было то же самое. Медведи набирались сил. Но прямо сейчас силы медведей на недельном MACD начинают постепенно сокращаться. Прямо сейчас. Так что, вероятно, мы готовимся к крупному очередному скачку вверх, когда быки начнут набираться сил, и к нам вернется новая фаза параболы. И хоть все эти графики смотрятся по-разному, они по-разному рисуются, все они нам повествуют одну и ту же историю. Очень сильно похожее и повторяющееся поведение, и это продолжение роста вверх является наиболее вероятным сценарием, который сейчас ожидается. Мы идем в боковике прямо на уровне предыдущего исторического максимума. Так что преодоление исторического максимума — небольшое дело, никто об этом не слышал. Я думаю, все-таки нас ожидает, если вы меня спросите. И пока фондовый рынок остается в равновесии. И если поговорить об альткоинах, то видно, что он остается в паттерне консолидации. К сожалению, рынок альткоинов потерял все позиции, которые он набрал с начала 2024 года, и теперь мы с вами ожидаем возможный боковик и консолидацию перед пробоем вверх. Так, вероятно, он последует за биткоином. И биткоин, вероятно, пойдет тоже в боковике еще какое-то время, возможно, несколько недель или месяцев. И капитализация рынка альткоинов может также консолидироваться в этом вымпеле. Перед тем, как образуется прорыв вверх, может быть ближе к концу августа или сентября. Но укрупняя картинку капитализации Total 3 рынка альткоинов, мы с вами видим, что у нас все идет по расписанию. Альткоины готовятся к очередному крупному скачку в направлении пробития зоны нисходящего верха. И в прошлом цикле на то, чтобы перевали исторический максимум, ушло 157 недель. И чтобы вырваться из этого первого нисходящего верха. А вот когда реально начался альтсезон. Так что мы идем по расписанию, и если посмотрим на предыдущий вверх, где мы сейчас, то получим 140 недель. А в прошлом цикле было 157. Так что в этот момент, если исторический максимум биткоинов будет перебит, то вот когда по-настоящему начнется альтсезон. Вот когда мы увидим толчок в направлении нисходящего верха и переваливаем за него. Альтсезон — это движение для альткоинов вот здесь, только тогда, когда биткоин начнет испытывать тренд после исторического максимума. Тренд, содержащий в себе недели, а не просто лишь коснувшись его. Нужна взрывная и нерушимая уверенность. Спекулянтам нужно много уверенности, чтобы начать вытаскивать деньги из этих низкокапитализационных альткоинов. И это определенно, что нам нужно увидеть и дождаться. И то, как я смотрю на альтсезон, заключается в показаниях простого индикатора о том, сколько всего интереса в крипте и блокчейне. Ведь как только все начинает расти, и биткоин, и альткоины, альтсезон сигнализирует о повсеместном интересе в крипто. Во всем. Вот что начинает сигнализировать о росте интереса. И вот когда начинаются эти невероятные бычьи забеги. Сезон бесконечного роста, но сейчас, пока мы находимся в предварительной стадии этого. Это лишь преддверие сезона, и мы по расписанию не отстаем. Биткоин даже в какой-то степени опережает расписание, все еще находясь на уровне исторического максимума. А халвинг случился три месяца назад. И с точки зрения истории, обычно в это время быть медведем не очень хорошая идея. В цикле халвинга. Так что я думаю, что у нас все путем. Мы идем абсолютно по расписанию. У биткоина все замечательно, он весит около 63 тысяч. Прямо на уровне предыдущего исторического максимума. Альткоины идут по расписанию. Так что, на мой взгляд, у нас все путем. Все хорошо. Поэтому не теряйте позитива, оставайтесь на связи, подписывайтесь на наш канал, на канал Crypto Commons. И, конечно же, канал наших друзей BlaBlaCrypto, которые для вас и делают эти переводы. Смотрите Ньюсблок с актуальными оперативными новостями, а также анализом и их разбором. И, конечно же, пишите свои бесценные комментарии, на которые мы обязательно ответим. Всем большое спасибо, отличных выходных, хорошего вечера и до встречи в следующем видео.